Украинские солдаты, люди здесь считают, что это как фашисты. Это российская пропаганда. Но... Я сам в Донецке. Сам в Донецке? А почему вы предали народ? Почему вы предали ваш народ здесь? При этом Артемовске, поговорите с людьми. Они за Украину. Они недавно были еще под сепаратистами, а сегодня они поддерживают Украину. А кто сепаратист? Сепаратисты. Те, которые хотят рассказать Украину. Это значит, что вы можете стрелять здесь мирные жители. Почему украинские войски стрелают здесь гражданские мирные жители? Мы стреляем только по военным объектам и только в ответ. Это полностью бред. Посмотрите, пожалуйста, военный объект. Это улица. Настоящий военный объект для украинских властей. Который методично уничтожает мирное население Донбасса. Осуществляет геноцид. Выступают в роли вооруженные силы как каратели. Карательная операция в Донецке. Захват вооруженной власти. К сожалению, войска Украины не приняли принявшие присягу для верности Украине. Поддались перевороту. Поддержали военный переворот в стране. На самом деле это предатели, а не офицеры. И кто даже об этом заикается, как должен настоящий офицер взять пистолет, ему даже сдать. Достать патроны за столицу, дабы не вести такой позор свой воинский. И честь офицерскую свою не поганить. Вот так вот я считаю, что произошло в Украине. А отдать страну на разорвление американским и другим европейским державам, в стране, в которой в правительстве находится 25% иностранных министров. Это уже не страна, простите, это цирк. Это просто шапито. И все со мной идет происходящее. Обычный цирк. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнять свои боевые задачи никак. Нигде не получается у них. Иловайский котел полторы тысячи человек убитыми потеряли. Украина вскрывает свои потери. Даже по волонтерам сжигает в аэропорту свои трупы скатами. Это все, когда будет полностью очевидный аэропорт, можем показать, как там все происходит. Поэтому любое заявление украинских властей на свыше этого считаю некорректным по одной простой причине. Они находятся на земле, которая им не подконтрольно, а никогда в жизни подконтрольной не будет. Мы пойдем дальше на Славянск, на Краматорск, на все остальное. Уважаемые офицеры, которые это убежали, что вы можете мне на это ответить? Минское соглашение уже не действует. Как это? Действуют все соглашения. Только мы не знаем, с кем мы там договариваемся. Официального представителя от Украины нет. Леонид Данилович Кучма, который там присутствует, и который разговаривал с нами, я с ним общался. К сожалению, украинские власти объявили его неофициальным. Поэтому, пускай Украина дают. Вот я зову Петра Порошенко как главкома Украины, пускай пообщаюсь. Вот пускай посмотрят на эти дома. Куда пошли 500 миллионов евро, которые дала Германия на восстановление Донбасса? Мы ни копейки не получим. Сейчас боевые действия идут. Есть возможность у армии ДНР идти в наступление? Вы знаете, как вам сказать, не только возможность, главное есть желание. Понимаете? А все остальное, когда есть желание, любая возможность потом возникает. Поэтому наша земля есть та, которая была в Границе. Я скажу честно, эту страну, которую порвали сбор негодяев и подонков на разные кусочки, надо объединять в нормальное государство. И как были мы славянами и русскими, так мы ими останемся. И пускай киевляне помнят, что Киевская Русь обшла с этого города. И те идеалы, в которых мы живем, за которыми мы воюем, пускай в каждом человеке это сердце проснется. Нельзя предавать кровь предков, которые за эту землю сражались с фашистами. Нельзя забывать те зверства, которые они делали. А у нас, к сожалению, в Киеве факельные шествия проходят. Не напоминает вам ничего Мюнхен 1938 года? Не обратили внимания? По-моему, очень даже похоже. Все одинаково. Свастика, факел. Потом книжки будем жечь. Потом чем? Лагеря. Съездите, пожалуйста, в Кировской, посмотрите. Под Ждановкой. Вонцлагерь стоит, готовый. Можете смотреть, ехать. То есть сейчас все будет решаться силовым путем? Нет. Мы мирные люди. Мы всегда разговариваем на мире. Понимаете? Но добро должно быть в кулакар. Правильно? Когда будет много аэропорта? Сейчас не знаю. Понимаете? Хороший вопрос. Как только война закончится. И здесь будут другие дома стоять. Аэропорт будем останавливать. Мы умеем работать. Понимаете? Мы не скачем на Майданах. Потому что в этот момент мы добываем уголь. Сеем хлеб. Ловим рыбу. Плавим металл. У нас, к сожалению, нету. Мы не приверженцы украинской традиции, что не Новый Год, а Майдан. Мы люди, которые умеют и воевать, и строить. Поверьте. Народ, он силен. Он сделает. Вы знаете, этот вопрос надо было задать все-таки Владимиру Петровичу. Он возил все раба Исешников, показывал. Я точно знаю, что там штурмовая винтовка. Это американский пулемет. Снайперские винтовки импортного образца. Он показывал просто это. Он только что был здесь. Я не знаю, где это оружие. То есть подтверждает поставки западных стран? Вы знаете, я врать не стану. То, что мы нашли, не факт, что это было... Ну, я вообще не понимаю, как может в аэропорту оказаться М-4 или М-40. Как может показаться, снайперская винтовка невестского производства. Ну, конечно, догадываюсь, это было куплено за счет средств вооруженных сил Украины, на удовольствие, которое они получают. Ну, скорее всего, наверное, так. У нас настолько богатые украинские военные, что в состоянии купить себе хорошую снайперскую винтовку стоимостью несколько тысяч долларов. Я никогда с ним не общался, но готов всегда поговорить. Причем, обещаю, будучи все корректнее. Чай готов.